14 градусов тепла, ветерок дует, последний день пасека стоит на качелке. Сейчас сниму весы, обои стоят на нулях, то есть за два месяца с 10 августа семейки похудели на 5 килограмм всего-навсего. За последние полмесяца баланс. Ну может дождь намочил, дождь конечно был хороший, еще лужи стоят. Ну и надо убрать в третий корпуса, суш сложить и закрутить. И завтра поедем там. В моем пчеловодстве самая непредсказуемая это перевозка птицепов. Вроде бы договорились вчера перетянуть на сегодня, на утро. У трактора сломалась коробка или сцепление, что-то они не знают. Поиски другой техники, которая притянула хотя бы ко двору, тоже с вечера не увенчались успехом у товарища, который меня в зилок перетаскивал. Кончилась страховка, теперь заставляют ставить какие-то там глонассы за 50 тысяч рублей. А эти люди они в принципе большими бабками не ворочают, поэтому им не нужно. Но не нашел. Позвонил друзьям, коллегам. Антон. У него газончик дизельный, полноприводный. Сейчас перетянет два прицепа по одному домой. А завтра утром договорился с тракторенком, он затолкает в отбор. Вот примерно такая ситуация. Так что техника, ему голова. В принципе, я от этого сильно не страдаю. Я простоял с 20 мая практически на одном месяце одним переездом на 4 километра вниз, поближе к Кориану. И все. Год просто великолепный и по поездкам, и по медосборам. Ну, теперь надо затолкать прицепы домой, подождать еще дней 5-10, когда должен, по моим прогнозам, выйти весь расход. Осень очень холодная. В прошлом году котел отопления дома включил 20 октября, а в этом 20 сентября. То есть на месяц раньше пришел холод. Так что и расхода, естественно, там практически, наверное, не будет. Что там творится с пчелишками, я не знаю. Осталось их пересадить на полнометные рамки. Не кормил, не провоцировал, ничего не делал. Только продымил 5 раз окоросадом. Все. Посмотрим, что из этого рая получилось. Ну, так я снимал вчера весовые две семьи. Рекордистка где-то сидит на четырех рамках, а узбечка приблизительно, как говорится, окучивает восемь рамок. Ну, значит, рекордистка усядется на двух, на трех. Придется маточку заменить, объединить с водгодком. Ну, а узбечка уедет на четырех рамках, плотно обсиженных, вероятнее всего. Это предположение. Как будто на самом деле... Чела пять часов уже сидит. Выскакают тут единичные особи. Сейчас приедет машинка, зацепим. Закрывать я их не буду. От ветра они еще больше там скукожатся. Дома прикрою, а там видно будет. А может, сейчас вот верхние летки позакрываю. Вся суша убрана в третьи корпуса. Они стоят на подкрышниках. Все лишнее убрано, спрятано, чтобы ничего не упало, не повредило машины при дороге. В общем, все приготовлено. Сейчас прицепчики затолкаю во двор. И все. Самое для меня тяжелое мероприятие. Заехать. Потому что без трактора здесь не обойдется. Сейчас в эти ворота шириной 3,90. Надо засунуть два прицепа с поворотом. Под 90 градусов. 2,40 и 2,20 шириной. Процесс пошел. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Да, муторное это дело. Ага. Для кавалерии вчера во двор с прицепом. К этого раза дает. Пусть назад сдает птичка в клетке. Одна. Сейчас второй. Второй пошел. Ну, это от дышла самодельная вареная метра на два с половиной. Поэтому тут труднее немножко. Ну, для профессионалов это мелочи. Этот прицеп уже на два сантиметра. А два сантиметра, естественно, это много значит. Так, он неправильно. Паш, ты зайди с улицы ему, на улице-то показывай. Здесь он видит, а с той стороны он не видит. Нет, нет, там надо над ним стоять. Тракторенок приехал с задержкой на час. Обещал восемь, приехал девять. Затолкал, открыл литки. Все. Пчелы ждут перекомплектации на полнометные рамки и на зимовку. Продолжение следует...